Мой кейс это внедрение системы UDS на примере магазина мужской одежды больших размеров богатырь. Для начала я представлюсь. Меня зовут Владимир Полухин. Я предприниматель с 12-летним стажем, владелец магазина и интернет-магазина мужской одежды больших размеров богатырь. У меня два высших образования, техническое и экономическое. Я люблю и много путешествую, посетил уже 24 страны. И в данный момент прихожу мощное бизнес-обучение за полтора миллиона рублей. Про магазин. Мы 12 лет на рынке. У нас на данный момент около 10 миллионов годовой оборот в офлайне. В мае и июне во время пандемии за счет работы с базой внедрили новые инструменты и увеличили оборот за счет, по сравнению даже с прошлым годом. В данный момент наша активная клиентская база около полутора тысяч покупателей. И в нашем магазине представлено ассортимент абсолютно всех стилей. Единственный для нас критерий. Основной это размер, конечно, потому что мы продаем узконаправленную мужскую одежду именно больших размеров. Почему мы выбрали именно UDS? Когда мы начали работать с нашей базой, появилась идея, как привлекать новых клиентов. Есть достаточно много магазинов мужской одежды обычных размеров, куда приходят люди и больших размеров, но не могут найти себе там одежду. И, соответственно, появилась идея каким-то образом мотивировать предпринимателей и других доставлять нам клиентов. И мы хотели платить им за каждого поставленного клиента, но при этом не было инструмента, который бы фиксировал этот трафик, чтобы мы могли точно доказать, что этот человек пришел от них и купил им такую-то сумму. А UDS как инструмент позволяет четко все это сделать, увидеть, просмотреть как с нашей стороны, так и с их стороны. И при этом это невозможно подделать. То есть это прям идеальное для нас было решение. Наверное, главное и ключевое, почему мы сразу же согласились на это. Затем мы можем здесь оцифровать сарафанное радио, что тоже очень здорово. То есть реферальные ссылки, которые мы будем оплачивать своим покупателям, если они будут рекомендовать нас с вами, друзья. Также мы можем получить автоматический расчет многих показателей бизнеса. Здесь об этом я еще более подробно расскажу чуть позже. Можем оцифровать все каналы трафика с помощью QR-кода. То есть мы можем... Люди, которые приходят с Инстаграма, еще откуда-то, да, с других организаций опять же. То есть мы четко видим, какой канал трафика у нас наиболее эффективный. И куда мы можем отправить маркетинговый бюджет в данный момент. Ну и возможность отправлять пуш-уведомления. Это, безусловно, очень важный аспект, потому что SMS-сообщения, они короткие, они... Много там не донесешь информации, они неполноценны. А пуш-уведомление, оно может содержать и медиаматериал, и больше текста. То есть оно более информативно в этом плане. Почему мы стартовали с лайк? Ну, во-первых, я не вижу смысла стартовать сразу с про-версии, потому что в базе очень мало клиентов, и толком ни инструменты не используешь, не будешь работать. Во-вторых, ну, соответственно, абонентская плата ниже. Была задача оцифровать какое-то количество клиентов уже, чтобы составить картину, чтобы уже мы могли с ними работать. Ну, и способ протестировать... Это как способ протестировать сервис на практике и понять, действительно ли он нам настолько полезен, насколько мы предполагали, или все-таки он нам не подойдет. Поэтому мы стартовали, собственно, в Aeroslide. Как мы делали это внедрение? Мы установили у себя TableTent на столе, обучили продавцов пользоваться системой с помощью наших партнеров. О них я еще расскажу чуть позже. Вот. Четко контролировали и продолжаем контролировать, чтобы каждая продажа была учтена в UDS дальше, даже если клиента нашего нет в приложении, что для нас тоже достаточно актуальная проблема. О ней я тоже чуть позже поподробнее расскажу. Вот. Написали свои скрипты на основе тех, что нам предоставили партнеры компании UDS. Ввели премии за каждого подключенного сотрудника, не сотрудника, а клиента для своих сотрудников, для того, чтобы у них была мотивация объяснять и подключать людей. А также ввели премии для сотрудников за каждого клиента, который купит у нас по рекомендации клиентов. Это для того, чтобы наши продавцы объясняли клиентам, почему им выгодно рекомендовать. Читали прямо вот этот скрипт. Ну и я записал видео. Мы написали скрипт, преподнесли это как бонус. Видеоролик, к сожалению, здесь проиграть нельзя, но если вам интересно, вот QR-код, можете считать его с помощью своих смартфонов и посмотреть видеоролик на YouTube. Вот это как мы доносили информацию до своих клиентов о том, что такое UDS, почему мы на него переходим и почему для них это будет выгодно. Что мы, собственно говоря, получили от внедрения на тарифы Lite? Мы цифровали 92% людей, которые к нам приходили, учитывая средний возраст 42 года. Как вы понимаете, средний возраст 42 года у нас достаточно большое количество клиентов, 50-60 лет и даже больше. Соответственно, далеко не все из них пользуются смартфонами. Поэтому мы сделали это так, что мы мотивируем людей максимально полно, мы написали очень интересные скрипты, мы мотивировали продавцов, и люди у нас пользуются, устанавливают приложения даже дома на планшеты, если у них нет смартфонов, им устанавливают дети, внуки. Для чего мы это делаем? Во-первых, мы получаем информацию о них, когда они регистрируются в системе, чтобы мы видели статистику. Во-вторых, мы так мы хотя бы через детей или через внуков можем до них доносить информацию, иначе у нас не было бы такой возможности вовсе, что тоже большой плюс. Во-вторых, мы узнали средний возраст клиента, что само по себе очень важно для понимания целевой аудитории. У нас составило 2 года, я уже сказал. Увидели соотношение мужчин и женщин. К нашему удивлению оказалось 55% мужчин и целых 45% женщин в магазине мужской одежды. Мы, конечно, знали, что у нас покупают женщины для своих мужчин, но не знали, что это такой большой процент, это почти половина. Соответственно, мы можем скорректировать маркетинг в сторону женщин, в сторону аудитории примерно 50 на 50, чтобы получать наибольший эффект, а не только на мужчин, как мы делали это раньше, или в основном на мужчин. Узнали точный показатель своего среднего чека и увидели, что он у нас прирос более 50% по сравнению с прошлым годом, что тоже очень здорово. И как еще один из плюсов UDS, мы получаем постоянную обратную связь и текстовые отзывы, чего не было раньше. То есть сама система после покупки, она предлагает людям оставить отзыв, и очень многие его оставляют, и кто-то даже пишет текст, и это очень здорово. То есть мы можем, ну, вы, наверное, как предприниматели, каждый предприниматель понимает, зачем нужны отзывы клиентов. Это очень полезный инструмент. Почему мы хотим, собственно говоря, перейти на Pro, и что мы хотим получить от этого? Во-первых, как я уже говорил, мы хотим приводить покупателей из других магазинов и организаций. Я думаю, что это может быть очень неплохой канал по привлечению новых покупателей для нас. Во-вторых, это выгодные условия для рекомендаций самими нашими покупателями. То есть они будут получать оплату за то, что они распространяют нас по сарафанному радио, чего, в принципе, невозможно организовать без этой системы. Ну, или очень сложно, скажем так. Возможность видеть многие важные метрики для бизнеса, как частота повторных покупок или время жизни клиента, его профит, который он нам приносит за это время. Это тоже очень важные вещи. Возможность рассылать пуш-овидавления вместо смс, об этом я уже говорил, и возможность оцифровать каналы трафика. Наши партнеры, которые помогали нам с внедрением UDS, это Евгения Прискач. Она очень здорово нам все объяснила, приходила к нам в магазин, помогла с стейбл-тентом, предоставила все скрипты, все материалы, которые мы запрашивали. В общем, для нас с помощью нее внедрение прошло очень легко и быстро. Она все объяснила нашим продавцам. Мы потом только это дорабатывали. Дорабатывали просто скрипты. Ну и, по сути, большая часть работы была уже сделана, мы просто адаптировали ее под себя. И Игорь Маркин, он тоже давал нам достаточно много консультаций уже в процессе. И мы собираемся делать интеграцию в 1С и будем пользоваться услугой Мигеря, как партнеры UDS по этой части в том числе. Здесь представлены QR-коды на их инстаграме. Если кому-то интересно, можете также их сканировать. Вот, это представлен наш магазин. Здесь фотографии нашего магазина в офлайне. Также QR-код нашего инстаграма и нашей группы ВКонтакте. Можете добавиться, посмотреть. У нас очень интересное, красивое оформление. И мы сделали очень интересное решение для сайта. У нас есть интернет-магазин. Мы создали очень интересную систему для дистанционного подбора размеров, что особенно актуально в больших размерах. Но я думаю, что у кого есть интернет-магазин одежды любых размеров, можете ознакомиться. Это очень интересная система. Кому интересно, пишите. Здесь есть мой контакт. Можете найти мой инстаграм. Кого-то интересует, как мы это сделали, я подробно объясню, поделюсь всем, что мы делаем. Спасибо большое, Владимир, за ваш кейс, за ваши результаты. Я даже вот сейчас, смотря для себя, вот у меня тоже есть предприниматели с мужской одеждой, и увидела некоторые фишки, которые можно будет, так скажем, у вас позаимствовать. Спасибо, что делитесь. Я отмечу тоже у себя ваш аккаунт. Классные результаты. Благодарю вас. Спасибо большое. Друзья, давайте тоже поделимся обратной связью. Как вам вообще результаты в бизнесе продажи одежды? Вот Диана тоже пишет, что молодец. Обратная связь. Друзья, здорово. Я вообще в восторге от того, что какие разные бизнесы, разные города. Модели, бизнес-модели, да, сами по себе разные, но вроде как в одной сфере. Так. Я даже уже теперь не успеваю. Вы разогнались. Спасибо, Владимир. Очень круто. Отличные результаты. Круто. Огонь. Огонь. Изумительные результаты. Супер. Видели ролик. Ваш ролик уже, Владимир, видели. Классный. С обращением к клиентам. Это здорово. Пишет. Круто. Мой земляк. Алла, хорошие результаты. Обязательно посмотрите, как записал. Обращение к клиентам Владимир. Бомба. Согласна. Вот это вот обращение к клиентам, это такой лайфхак. Обращение как раз-таки от собственников всегда действует гораздо эффективнее.